Генератор автомобиля может легко и просто угробить ваш аккумулятор. Итак, друзья, третий, это тоже наш все, это утечки тока. Коли уж мы заговорили про клеммы, да, и вот это вот крепление внизу. Итак, друзья, вначале у меня небольшое объявление, прошу понять только меня правильно. У меня жена в течение года занимается украшениями из натуральных камней. И никакой китайщины, никакой пластмассы, никакого стекла, только натуральные камни. Выглядит все очень эффектно. Перед 8 марта, друзья, очень актуально все это дело, особенно для тех, кто живет у нас в Ульяновске. Соседние города, к сожалению, мы не сможем отослать, потому что мы просто банально, наверное, не успеем. У нас сейчас осталось небольшое количество этих браслетов, там порядка около 4-5, по-моему. В основном она делает для своих подруг, для каких-то знакомых. Ну все, друзья, смотрите, вот так вот у нас запаковывается в красивую коробочку. Вот такая вот коробочка со всякими шелковыми вот этими вот, или не знаю, там лентами. Все делается, вот эти, например, белые из хрусталя, из белого агата, из кварца там. Ну все очень смотрится эффектно. Если вы хотите сделать крутой подарок для своей женщины, ссылка в описании. Переходим на инстаграм и смотрим, друзья. Так, друзья, всем доброго дня. У меня на канале есть видео про выбор аккумуляторов. Многие говорят за него спасибо, там очень много просмотров. Посмотрите, ссылку я обязательно оставлю в описании. Но многие говорят, Серега, вот я поехал по твоим рекомендациям, купил новый аккумулятор, а он меня сдох через неделю. Почему такое происходит, что с моим автомобилем? Друзья, я в том видео вначале говорил, прям буквально очень коротенько, что причина не всегда может быть в аккумуляторе. То есть вы можете убить свой аккумулятор по причине каких-то других неисправностей, либо каких-то других гаджетов, там сигнализации и тому подобное. Сегодня я решил снять подробное видео, как вы сами убиваете аккумулятор. То есть аккумулятор-то может быть здесь ни при чем, но он может помереть благодаря только тому, что у вас там не работает, например, генератор. Сегодня про это подробно, пошагово, скажем так, посмотрите. Это видео будет обязательно вам полезно. Друзья, самое первое и, наверное, банальное, да, проверьте зарядку своего аккумулятора. Все про это знают, но не все это делают. Бывает такое, что 5 лет ваш аккумулятор нормально все работал, да, и на пятый год он вдруг разрядился по каким-либо причинам, будь то там короткие поездки, морозы там и так далее, и тому подобное. И все, вы пытаетесь завести свой автомобиль, автомобиль не заводится, и все, у вас паника, кто-то вас прикурил, там, либо с помощью бустера, либо там с помощью проводов, и вы сразу помчались в магазин менять этот аккумулятор. Друзья, не стоит этого делать, вам сначала нужно проверить, еще раз повторюсь, заряд, может, у вас там 9-10 вольт, зарядить свой аккумулятор, возможно, ему просто нужна там какая-то профилактическая зарядка, и ваш аккумулятор вполне вероятно будет работать нормально. Это первое, то есть обязательно проверяем аккумулятор и заряжаем его в случае необходимости. Второе, и это тоже наше все, это, собственно, генератор. Генератор автомобиля может легко и просто угробить ваш аккумулятор. Какая, собственно, может быть причина? Вот друг мне отдал старый генератор, у него проблема в том, что у него не крутится вот этот вот основной шток, ну, видно, подшипники заклинило. Может пробивать у нас, собственно, обмотку генератора, может у нас выходить из строя реле регулятора, вот здесь вот там вот внизу видно, да, вот такая вот таблеточка. Могут изнашиваться щетки, и заряд не может идти нормальный. Может банально у нас рваться как-то или ослабевать ремень до генератора. То есть причин достаточно много. Но самое опасное, как я считаю, это когда выходит из строя реле регулятора. У нас аккумулятор может либо недозаряжаться, либо перезаряжаться. И то, и другое опасно. Недозаряд аккумулятора, соответственно, если вы ночью едете, включили все электроприборы, очень быстро высосит заряд с вашего аккумулятора, он просядет, пойдет там сульфатация пластин. Зимой он может замерзнуть, потому что плотность электролита у него упадет. Он замерзнет, его разопрет, просто корпус лопнет, и вы его выкинете. Если идет перезаряд аккумулятора, то это тоже плохо. Почему? Потому что генератор постоянно фигарит, фигарит, фигарит в него заряд. Электролит начинает кипеть, он в дистиллированной воде из него испаряется. Пластины у нас разогреваются, и они просто могут осыпаться. И то, и другое это реально плохо. Генератор можно легко и просто проверить. У меня про это уже есть видео, ссылку оставлю я в описании, там я все подробно рассказывал. В общем, друзья, второе и основное это генератор автомобиля. Третье, это тоже наш все, это утечки тока. Сейчас очень куча всяких там электронных гаджетов, сигнализаций, там бывают всякие спутниковые слежения и так далее, которые выпитывают у нас аккумулятор. Но сами вот подумайте, вы глушите автомобиль, и чтобы работала ваша охранная система, она должна откуда-то питаться. И она питается от аккумулятора. Конечно, бывают там дополнительные всякие аккумуляторы, у них свои источники питания. Но как правильно, зимой их не хватает, и они все-таки питаются от основных аккумуляторов, от этих вот бортовых. Где-то в интернете читал, да, если сейчас, например, крупные серьезные производители, они минимизируют вот это вот потребление охранной сигнализации. Там бывает и 20, и 30 миллиампер, это очень-очень мало. И если автомобиль простоял там ночь, например, 10 часов, он всего там 200 миллиампер потерял, и это все очень быстро восполняется генератором. Но бывают там вот особенно какие-то дешевые китайские сигнализации, которые жрут достаточно много электроэнергии вот на стоянке именно. Бывают и 200, и 300 миллиампер, да, где-то вот я читал, что купил какую-то нонемную дешевую китайскую сигнализацию, поставил ее, постоянно разряжается аккумулятор, постоянно не хватает холодного пуска, морозы сильные там и так далее и подобное. Еще причем поездки короткие, то есть нормальный заряд никак не идет у вас в аккумулятор. И получается за ночь она просто высасывает ваш вот этот вот аккумулятор. И это достаточно легко проверяется, друзья. Перед тем, как менять аккумулятор, проверьте утечку тока. Возможно, вы недавно ставили какой-то гаджет, какую-то, не знаю, какую-то сигнализацию, там так далее и подобное. И она очень много выпитывает электроэнергии. Проверьте утечку тока при закрытых замках, при открытых замках. У меня, кстати, тоже есть видео, обязательно ссылку оставлю в описании. Пройдите, посмотрите. Это также может быть причиной, из-за чего ваш аккумулятор очень-очень быстро умирает. Если он опять же-таки у нас разрядится зимой в морозы, он опять-таки замерзнет, корпус лопнет, и вы его просто выкинете. Даже новый аккумулятор. Четвертое это падение уровня электролита. Со временем, в любом случае, из свинцово-кислотного аккумулятора испаряется дистиллированная вода. Будь какой-то супер-турбо, он у вас необслужимый, вода все равно из него испаряется. В любом случае, там, при температурных режимах, при каких-то зарядках, перезарядках, там, и так далее, все равно вода уходит. Летом у нас в подкапотном пространстве около 70-80 градусов, аккумулятор опять-таки у нас разогревается, и вода может через эти вот отверстия сброса, вот эти водяные пары могут выходить из аккумулятора. Если у вас обслужимый аккумулятор, вы легко и просто можете открутить пробки, добавить электролит, то есть восполнить его вот эти вот потери, и все, аккумулятор будет дальше работать. Если у вас необслужимый аккумулятор, то, соответственно, вы не можете это сделать. Добавить воды в необслужимый аккумулятор очень и очень сложно. Конечно, это возможно, и у меня скоро, возможно, будет видео, да, про восстановление необслужимого аккумулятора, но это достаточно проблематично сделать. Сейчас возьмем ситуацию с обслужимым аккумулятором. Если вы не добавляете в него воды, то ваш аккумулятор достаточно быстро умрет. Ну, бывает год, там, максимум полтора-два, уровень опять упадет, пластины разогреются, и он также у вас просто осыпнется и сдохнет. Так что проверяем уровень электролита всегда, и это важно. Следующие, друзья, это у нас могут быть окисления клемм. Конечно, на нормально работающем аккумуляторе окисления клемм практически происходить у нас не будут. Но если у вас вот здесь вот пошли вот окисления, то здесь такой появляется белый налет, там, либо на плюсовой. И это говорит о том, что, скорее всего, вот здесь вот между токовыводом и самим аккумулятором, да, вот между корпусом образуется какая-то трещинка. И вот эти вот пары кислоты поднимаются, они провоцируют окисление вот этих вот наших клемм. И это также, друзья, достаточно плохо. Если вы не будете ничего делать, то, соответственно, ваша батарея проработает недолго. Когда клемма окисляется, пятно контакта между клеммой и токовыводом у нас сокращается. И это никак не способствует нормальной зарядке аккумулятора и нормальной токодаче, когда запускается автомобиль. Поэтому, если клемма у вас окисляется постоянно, открутите ее, посмотрите, что происходит под самой клеммой. Возможно, какая-то трещинка. Я где-то в интернете видел, что люди какие-то заделывают какими-то там композитами. Сейчас полно, в общем, всяких средств. Это обоснованно, друзья. Заделайте обязательно. И тогда ваш аккумулятор будет ходить дольше. Если вы этого не сделаете, то аккумулятор у вас проработает мало. Смотрите, еще важно почему. Когда у вас клемма окисляется и идет испарение с аккумулятора, то вокруг клеммы может быть вот такое вот мокрое пятно. А если сверху есть грязь, то это мокрое пятно также будет способствовать как бы разрядке аккумулятора. То есть, потере его заряда. Обязательно всю вот эту грязь чистим тоже с аккумулятора. То есть, аккумулятор должен быть у нас чистый. А периодическое обслуживание не говорит о том, что мы его только должны заряжать. Мы должны вот эту вот грязь еще сверху с него счищать. Это тоже, друзья, важно. В поле уж мы заговорили про клеммы, да. И вот это вот крепление внизу, аккумулятор должен быть у нас всегда жестко зафиксирован. Чем тяжелее аккумулятор, если он будет плясать. Вот смотрите, у меня 80 ампер часов, 80 ампер часов. Если я его не закреплю, он у меня будет вот так вот постоянно болтаться. Когда я там буду тормозить, его будет шатать туда-сюда и так далее и тому подобное. А вот эти вот клеммы, они видите, они очень жесткие. Они как бы закрепляют вот эти наши токовыводы очень жестко. И эта клемма, и эта клемма. И если аккумулятор будет постоянно болтаться, то как раз таки это может способствовать. Вот здесь вот появление трещинка между самого токовывода и вот этой клеммой. Аккумулятор должен быть у нас всегда жестко закреплен, чтобы он не болтался. И это реально важно. Если, еще раз повторюсь, на маленьких аккумуляторах это не так критично и не так категорично, то большие аккумуляторы все-таки могут страдать от этого. Я знаю, сейчас многие увлекаются термокейсами для аккумулятора. У меня также, кстати, в описании будет ссылка, почему термокейс не всегда хорошо. Многие ставят термокейс, ну это такая как бы теплоизолирующая штучка, которая якобы должна держать тепло внутри аккумулятора, чтобы он у нас быстрее заряжался. Рациональное зерно в этом термокейсе есть, но он обязательно должен быть с подогревом. Если он обогревает ваш аккумулятор, то аккумулятор будет быстрее заряжаться, это реально хорошо. Если вы ставите термокейс без подогрева, то это наоборот хуже. Зимой, ночью этот аккумулятор остынет, он у нас, скажем так, будет холодный. Когда двигатель прогревается, вот этот термокейс, наоборот, будет не пускать теплый воздух, скажем так, тепло от двигателя нашему аккумулятору. То есть он не будет прогреваться. И термокейс без подогрева работает наоборот хуже, чем термокейс с подогревом. слишком большое потребление электроэнергии и долгое прослушивание музыки до назову это вот так вот где-то в интернете видел да парень там поставил на передние сиденья на задние сиденья там заднее стекло переднее стекло какие-то дополнительные у него обогреватели какой-то инвертор да все это он напихал в свой автомобиль у него дохрена потребителей плюс магнитола фары соответственно все это падает подсветка приборов генератор не справляется вот с этой вот нагрузкой и как работает система то есть когда генератор не справляется какая-то часть энергии который не достает генератору питается нашего аккумулятора вроде и машины работы да и генератор исправный но если у вас очень много потребителей то соответственно аккумулятор даже на работающей машине у вас будет садиться так что всегда будьте внимательными с потребителями да не И насовываете там кучу фар, там кучу всякой фигни, генератор может не справляться, не подзаряжать ваш аккумулятор. Также это касается тех, кто любит всякие там усилители, сабвуферы там и так далее и тому подобное. Когда у вас машина заглушена, штатного аккумулятора может не хватать. Там бывают такие сабвуферы ставят, я не знаю, там по 500 ватт. Представьте, 500 ватт это полкиловатта электроэнергии, где-то ему надо взять. Если он у вас там работает хотя бы 20-30 минут, ну представьте, сколько он высасывает электроэнергии из стоячего автомобиля. Обязательно нужно ставить какие-то дополнительные аккумуляторы. Все, кто любит музыку прокачивать свои автомобили, они там ставят всякие дополнительные AF-B аккумуляторы. То есть у них там рассматривается вот эта вот система. Для тех, кто говорит, блин, я езжу на 14, аккумулятор сдох, поставил новый и он опять у меня не крутит автомобиль. Зато у меня в машине стоит там 4 сабвуфера, чего же он дохнет, угадайте с трех раз называется. Так что здесь тоже, друзья, нужно быть внимательнее. Экологический заряд аккумулятора и холодные пуски. Ни для кого не секрет, что зимой наш аккумулятор работает, скажем так, в экстренных условиях. Он у нас недозаряжается. Почему такое происходит? Ну вот смотрите, в минус 30 градусов его химические процессы внутри замедляются. У него растет сопротивление внутреннее. И он берет не так эффективно заряд. Он заряжается для всех знатоков. Но он заряжается не так эффективно, как в теплую погоду при плюс 20, скажем так. И что происходит? Вы запускаете свой автомобиль в минус 30, допустим, да? Аккумулятор, помимо того, что потерял какую-то часть емкости от того, что на улице минус 30, он еще отдал достаточно большую емкость на запуск холодного двигателя. И получается, что он очень мало электроэнергии берет в себя, берет-берет, но у него не получается, пока он не прогревается. Вы погрели машину 2-3 минуты, доехали до работы 10 минут, встали, все, поставили свой автомобиль, ушли на работу, там ночью, скажем так, ну не ночью, вечером выходите опять в минус 30. Запускаете свой автомобиль, он опять отдает большое количество электроэнергии, и вы опять 10 минут едете домой. И он не успевает, то есть он заряжается, но он не успевает восполнить вот эту всю потерянную электроэнергию, которую он отдал. Поэтому важно зимой проводить профилактические заряды, ну хотя бы, я не знаю, там один раз в два месяца. Но чем холоднее, тем чаще делаете эти заряды, для аккумулятора это будет только во благо. Но вот даже если, друзья, вот давайте сейчас вот посмотрим на мой аккумулятор. У меня аккумулятор тоже, кстати, у меня очень частые короткие поездки, я его, конечно, периодически заряжаю. Но вот давайте так вот посмотрим, вот смотрите сколько, 12,58, да, а нормальное напряжение у нас 12,7, как мы знаем. То есть у него где-то не хватает 0,12. Это говорит опять-таки о коротких моих поездках. Если у вас нету возможности заряжать периодически вот свой аккумулятор, да, нет у вас зарядного устройства, делайте тогда длительные поездки. То есть, например, там полчаса, минут 40, час ездите куда-то катайтесь, хотя бы там, я не знаю, раз в неделю, раз в две недели прокатитесь. У вас, во-первых, прогревается весь двигатель, прогревается, соответственно, аккумулятор. Он берет нормальную уже зарядку, он полностью подзарядится, и, собственно, это для него будет только плюсом. Так, друзья, ну и последнее, да, что я хочу быстро, коротенько сказать. Это стартер и полярность аккумулятора. Стартер бывает также, кстати, причиной, почему вы не можете запустить свой автомобиль, и вы думаете это дело на все в аккумуляторе. То есть, если стартер не работает, бывает, он там иногда подклинивает, то есть, там большой износ стартера, то обязательно проверяйте аккумулятор. То есть, вы приезжаете, например, меряете 12,7 вольта, даете в любой аккумуляторный магазин, пусть вам проверят его нагрузочной вилкой. То есть, если он держит достаточно хорошо, может быть дело в стартере. То есть, стартер у вас не работает, подклинивает там и так далее, и подобное. Но если стартер не работает, это вы по-любому не пропустите. Последнее, да, многие меня спрашивают, а что будет, если я перепутал клемм? Бывает такое иногда, да, перепутали полярность аккумулятора, купили другую. То есть, например, у вас минус должен быть здесь, а плюс здесь. А вы купили наоборот, плюс здесь, а минус здесь. Бывают какие-то отрицательные воздействия на аккумулятор. Конечно, для аккумулятора это не несет никаких положительных эффектов, но, скорее всего, самые отрицательные эффекты будут для вашей проводки, будут для вашего ИБУ. То есть, вы можете банально спалить свою ИБУ. То есть, у вас неправильно пойдет ток в систему. То есть, вы можете до хрена всего попалить. Бывает, что на некоторых клеммах идут защитные, допустим, предохранители, как вот у меня есть. И если я перепутаю клеммы, он просто банально перегорит, и автомобиль у меня не запустит. Вот, друзья, собственно, это все, что было про аккумулятор. Соблюдайте эти правила перед покупкой аккумулятора, и он будет у вас работать долго, и будет работать нормально. Не всегда стоит сразу бежать в магазин. Нужно сначала проверить основной генератор, утечки тока, уровень электролита, заряд его. Можно даже проверить его нагрузочной вилкой. И только после этого принимайте решение к покупке нового аккумулятора. Собственно, вот такое, друзья, было видео. Я думаю, оно вам понравилось. Если понравилось, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Будет еще много интересных видео. Все, друзья, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok